Наши погибшие сотрудники, наши боевые товарищи отдали за нашу безопасность, безопасность нашей страны, безопасность наших детей, самое дорогое, что у них было, это собственная жизнь. И спасибо им за это. Речь о трех героях ФСБ, Сергея Чебикова, Дмитрия Шелестова и Владимире Косолапове. 27 лет назад они отдали свои жизни в ходе выполнения заданий в Чеченской Республике. Вот уже в 18 раз в честь их подвигов проводятся соревнования по боксу, где нужна не только скорость, но и смекалка с дисциплиной. У наших спортсменов такие навыки есть. У нас именно Алтайская школа бокса отличалась всегда техническим боксом. Боксеры были всегда у нас, отличались именно, что они именно показывали технический класс бокса. И мы ходили, боксеры сразу было видно, что это наша школа. То есть, грубо говоря, четкие удары вместо там... Да, техничный, именно грамотный, техничный, бог знает. Кстати, сейчас всероссийский тренд в боксировании – работа первым номером. То есть, сплошная атака. Такого стиля придерживались выносливые и быстрые новосибирские спортсмены. Чтобы не пропустить ни одного удара, выбрали лучших судей. Выбирались лучшие судьи Алтайского края. Ведется рейтинг. У нас более 36 человек судейской комиссии. Но данные мероприятия обслуживают 12 судей. Всего на соревнованиях собралось порядка 50 человек, которые распределились на категории взрослых и юношей. За боями обеих групп было наблюдать интересно. Даже девушкам. Есть мальчик, сейчас выступает, будет в пятой паре. Рослав Артем. Победитель первенства Европы. У него почти все бои досрочно по печени нокдаунами были. Вот стараюсь так же. Очень хорошо получается. На следующий год организаторы планируют расширить соревнования, чтобы был отбор на первенство страны. Так что не исключено, что в 2024 на ринге появится на несколько десятков участников больше. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.